Добрый день, уважаемые трейдеринвесторы. Сегодня 28 февраля, вторник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании Инстафорекс, логотип которой, как обычно, вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, что сегодня у меня? Несколько торговых идей. Две по евро-доллару, две по фунту. Вчера вышли крайне любопытные новости, но рынок почему-то пошел против них. Давайте обсудим эти и другие идеи на графике. Поехали! Итак, начнем с золота. Золото подваливает, подваливает, подваливает. Пробилось сегодня минимум дня. Вот сейчас какие-то откатики, откатики происходят пока невнятные. Ну, вот, ну, вы знаете, да, такое, я пословица трейдерская, купидного рынка получу второй в подарок, да, вот, насколько таких подарков было уже на этом падении. Потому что, поэтому рассматривать, что золото должно развернуться непременно с этого перелова, я не, пока не буду. Единственное, что любопытно, что от всего этого падения, да, уже рыночек откатил, уже стремится к 50%, но еще пока не дошел. Ну, это для тех, кто любит поторговать 50% откаты и поторчать в позиции месяцок-другой, а то и годик. Дневные бары нам пока ничего не сигналят. Вчера был такой легкий внутренний, тоже с обновлением лоев, сегодня тоже с обновлением лоев. В общем, пока ничего здесь не меняется. Что касается евро-доллара, евро-доллар, сегодня я отдавал торговую идею присмотреться к шортам, вот, но, посматривая на дневку, скорее всего, будет бить вот этот хай, и у меня есть на это идея. Значит, смотрите, что я сегодня предполагал по торговой идее номер один. Она еще не отработалась, там не отступила 150 пунктов, то есть 15-минутный слом, продажа, стоп-150, тейк, там, не знаю, под 300, наверное, не пошло, обновила хайя, и все. Значит, вторая идея нападения евро уже должна быть реализована через ложный пробой. Так, где эти статьи, мои статьи? Вот она. Значит, что? В чем, в чем охота? Охота в том, что еврик на своем вот этом бычьем тренде, кстати, вот этот весь бычий тренд, он начался вчера в 16.30, когда вышли сильные новости по доллару. Базовые заказы вышли невероятно гораздо сильнее, чем вообще ожидалось, и были, то есть, ну, по идее, на таких данных доллар должен невероятно укрепиться, но почему-то вместо этого мы увидели вот такую вот бычью свечу, которая, собственно, и зародила вот эту тенденцию. С другой стороны, вы можете сказать, что да, соглашение между Британией, ЕС, по Ирландии, и все это здорово, но эти соглашения не вышли не в 16.30, когда пошел этот слом. Поэтому, поэтому я считаю, что, ну, либо я здесь что-то не понимаю, либо это движение не истинное, то есть, истинное движение пойдет в другую сторону. И вот эти вот площадки, которые оставили здесь маркетмейкеры, я думаю, что за ними обязательно придут. Вот, что здесь я дал? Собственно, идея такая, на дневках, на дневках, вот здесь видно, да, что у нас вот здесь вот остался экстремум, возможно, возможно, еврик дожмет этот экстремум, и в этой зоне, в этой зоне, после его обновления, вот здесь есть слом, очень любопытный, вот, по-моему, 22 февраля. При тесте этого слома можно попытаться продать за стопом за этот слом, а тейк поставить на вот эту площадку. Соотношение будет примерно 1 к 4. Ну, я думаю, любопытно было бы здесь поработать в таком ключе. Еще раз, еще раз обращаю внимание, на таких данных не должен доллар, а доллар слабеть был, но именно в 16.30 здесь, вот, давайте минутки поставлю, покажу вам. Вчерашняя вот эта вся бычая, бычая вакханалия, она пошла ровно, вот, смотрите, 15.30, 15.30, а у нас что сейчас за время? 12.02.13, да, это на час разницы. То движение ровно было в 15.30, в 16.30 по Москве, то есть его не должно было быть, в принципе, я не понимаю, что-то происходит, но, возможно, это ложное движение, и через время, ну, либо от текущих, но, скорее всего, может так получиться, что и отсюда можно поработать именно в шорты, вот, в эту площадку, которую здесь оставили, не просто так, да, конечно, может дальше пойти, потом в рамках своей шортовой структуры, просто, ну, она, она еще, как бы, такая медленная структура, она еще не сломилась, сломилась быстрая структура, и здесь был, как бы, переломчик, ну, такой не очень четкий, но он все-таки произошел. Поэтому, посмотрите такой сценарий развития событий. Британец, британец, по британцу сегодня тоже давал, опять же, шортовую идею, почему, потому что я вижу вот эту линию, да, поддержки, под которую мы подходили уже, ну, если это не брать, то раз, и два, и три, вот, и вполне мы можем сейчас обвалиться. Значит, в чем была идея? Может быть, не прям сейчас, но, но, по фунту здесь очень большой потенциал нападения, ну, вот он, эта схема, и вот он план, план такой, что мы сейчас подошли прям именно сейчас, вот, к этому слому, и, по большому счету, там, с коротеньким стопом за него можно зацепиться, ну, как минимум к, к, на подходку вот к этой линии. Здесь уже будет 2000 на пробой, будет, не знаю, 45, если он произойдет. Потом присмотритесь, может пойти, может не сразу, но в любом случае такое, такое с огоньком пробивается. Вы можете спросить, на каких новостях это может произойти, я, конечно, могу ответить, что на нонфармах, но, что любопытно, я просмотрел новостной календарь, и вчера, кстати, озвучивал, что нонфармы, что это неделя нонфармная, но, пролистав внимательный календарь, я увидел, что нонфармы прописаны на следующей неделе, 10 числа. Очень странно, есть вообще такое, такое поверье, да, что, правило, что если первое число выпадает на первую пятницу месяца, то нонфармы переносятся на следующую неделю, но на этой, на этой неделе, пятница, это третье число. Почему перенесли, я не знаю, напишите в комментариях. Так, ну, а мы продолжаем, продолжаем веселиться. Итак, британец интересный, интересный, в принципе, его большая вот такая волновая структура еще не сломлена, пока не пробит вот этот хай, он является сопротивлением, и, в принципе, логично присматриваться к шортам в этой зоне, потенциал, еще раз говорю, от текущих цен вниз, здесь 1700, здесь 1900 и здесь 2600, то есть ему падать, и падать, и падать, вот, поэтому, я понимаю, там, позитив, Сунак, там, ЕС, Ирландия, все это хорошо, но, как говорил Герчик, торгуйте то, что видите, а не то, что знаете. Переключаемся дальше на доллар-иену, несмотря на то, что доллар слабеет разным инструментом, да, к доллар-иене он бычится, да, видно, что сегодня вообще бычая свеча, и вчера падения практически никакого не было. Это говорит о том, что иена слабеет быстрее, чем слабеет американский доллар. Напоминаю, что вы торгуете валютную пару, где есть базовая и, к сожалению, котируемая валюта. У меня есть большой план на падение доллар-иен на ее продолжение, то есть был импульс, откат, вот, и где-то повыше. Повыше хотелось бы присматриваться к шортам с гигантским потенциалом на обновление 125-го уровня, такой мощной площадки продавцов. Так, начиная от этого инструмента, франка, и дальше по красам, мы рассматриваем рынок исключительно в рамках сеточного метода торговли. Который, который забилует зонами с нашими интересами. Доллар-франк пока находится вне зоны интересов, интересы показаны синими прямоугольниками. Переключаемся к канадцу франку, который опять зафлетил, уже многим порядком надоел. Порядком надоел, но что поделать, держим ланги. Вот, если кто-то не набирал хорошее место, поставить лимитники на покупку шагом не менее 500 пунктов по пятому знаку. Канадец Йена и Франк Йена очень похожи, идут ноздря в ноздрю, но Франк Йена опережает. Если Франк Йена обновит хая прошлого года, будем набирать его в шорты в рамках схемы, показанной у меня на графике. Ауди Кат подваливает, тоже подваливает, и зона для покупок показана уже через каких-то тысячу пунктов. Новозеландец Канадец тоже снижается, и близка фиксация нашей сетки покупок, уже меньше тысячи пунктов для фиксации, обратите внимание. Новозеландец Франк, тоже падает, зона для покупок показана у меня на графике. Австралийц Новозеландец пока не трогаем, не дошел он до зоны наших интересов. Нефтяночка, нефтяночка, все-таки удержалась четвертый слом, торгуется немножко выше, надеюсь на хорошие ценнички, вот, ждем. Газик, газик тоже немножко подрастает, вот, я надеюсь, что 3,5 мы рано либо поздно в своей жизни увидим. Так, что у нас по Битховену, Битховен подсыпает, произошел уже такой легкий слом структуры, вот здесь это не очень хорошо для покупателей, надеюсь другие инструменты подтянутся. Фонда, так, рублик, рублик, тоже, кстати, баксик слабеет, американская фонда, S&P, NASDAQ, все стоит на уровнях поддержек и круглых 12 тысяч, и здесь 4 тысячи, ну, чуть ниже, вот, но многие, многие, постоянно говорят про эти уровни, не знаю, что им нравится, вот 4 тысячи, вот мы их пробили, вот туда пробили, сюда пробили, туда пробили, сюда пробили, спрашиваются, в чем, в чем кайф этого уровня, если его постоянно пробивают во все стороны, но аналитики Блумберга пишут, пишут про эти уровни, наверное, думают, что это важно. Так, что касается индекса доллара, вчера, конечно, дали поглощение, вот, но слома структуры пока не было, вот, поэтому вполне может бакс продолжать укрепляться, и впереди новостей, ну, как, как минимум, вот, еще полторы недели не будет, я имею ввиду, нонфарма. Так, что касается опасных кроссов, еврокады, еврофранки, пока не дошли еще до наших зон, но мы их мониторим переходничку. Так, здесь, в принципе, все. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Значит, у нас здесь комментариев. Виктория, спасибо, Андрей, жаль, что сильно вечером выходит ваше видео. Ну, сегодня пораньше сделал. Виталий, Андрей, все понял, говорите, что вы говорите. Лайк, спасибо, и вам. Так, Сергей, здравствуйте, подскажите, конспирация, конспирация по газу, экспирация, наверное, проходит раз в месяц, да, какое именно число, вот, в начале 20-х чисел, там, 20-го, 21-го, вот, в это время, вместе с газом. Газ не закрывают, вернее, нефть не закрывают, газ закрывают, ну, как минимум, инстафорекс. Ядов, так, я думаю, будет отбой, наверху остались долги, да, там долгов со всех сторон, по, по, по евро, по, по золоту, да, так, ну, понимаю, так, евро медленно идет вниз, так, Дмитрий, Андрей, вы заболеваетесь чистотой моего сынишки, когда тот был в детском саду, тогда помог препарат Ирис-19, Ирис-19, хорошо, окончательно помогло два лета теплого моря, да, где это море только, ну, за препарат спасибо, так, нонфармы будет следующую пятницу, 10-го марта, да, это очень странно, очень странно, наверное, еще не всех хомяков побрить успели, ну, да, да, возможно, давно такого не видел, так, что-то нет в календаре нонок, да, это странно, может, кто-то напишет нам, почему-то происходит, ошибка похожа, может, ошибка, может, нет, кстати, тоже, тоже интересное мнение, просто надо ближе к пятнице мониторить календарь, они могут обновить это все дело, так, друзья мои, напоминаю, что я записал героический мастер-класс Price Action на D1 на кросс-курсах, это очень интересный разбор реальных сделок одного из моих рефералов, в просмотре, в который вы можете довольно прийти к любопытным мнениям, выводам для себя, что, оказывается, кроссы можно трейдить на D1, вот, но использовать откатные сломы, вот, для повышения эффективности торговли, я уже пишу, вижу комментарии, давайте посмотрим, круто, это, кстати, первая часть, вторую я еще не записывал, и вот, кстати, Adagost пишет, Adagost, да, лосей, наверное, не было, не присылал, он прислал лосей на второй, на второй разбор, который будет в эту пятницу, так, кроме того, что Сергей торгует ложные пробои, и все сделки шартовые, явный медведь, психологически удобно продавать, как эта особенность можно прокачать, просто использовать ее, если вы, если вы медведь, значит, вы должны по сделкам посчитать, ну, за хороший промежуток времени, желательно в симуляторе, кто вы, да, кто вы, есть на самом деле, да, медведь, там, бык, есть такая особенность психологическая, связана с травмами, человек, допустим, послевал на лонгах и боится покупать, вот, поэтому шортит, либо наоборот, вот, либо долго ждал каких-то движений, потом они пошли, и вот это ожидание, оно через время вызывается в воспоминаниях. Так, напоминаю, что под каждым видео с моим участием есть группа ссылок, с помощью которой вы можете открыть партнерский счет в ИнстаФорекс, по моей партнерской ссылке, естественно, и получить особые торговые условия в ИнстаФорекс, счета без списывания свопов и счета с ультра спредами. Как это сделать, можете спросить в чате, в телеграм-чате, прямо у меня, здесь, либо в личку, либо написать на почту. Также вам будет доступен закрытый телеграм-чат, где мы обсуждаем торговые идеи внутри дня и торгуем. Поэтому добро пожаловать в мою партнерскую группу. На этом у меня все, понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре на рынка Форекс. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok